Девушки отдыхают И вот это то, что портится, оно не дает нам нормально жить А вот что это? Не знаем мы, нашей жизни не хватило определить, что это, как, чего В VI век до н.э. и Конфуций он смотрел на императора империи Ци, который ужасно поломался на колеснице Он так падал, что у него все было сломано И он сказал, не трогайте никто, не лечите, целите ли не надо, сложите просто так, как он жил, вот так Меня доставят, меня очень быстро сюда привезут И я посмотрю, как помогать Он, когда приехал, он говорит, вот тут вот я вижу, рубцуется Рано? Они говорят, да, рубцуется И вот тут на плече рубцуется Кто-то к нему прикасался чем-то? Ему сказали, нет Вот как он был, так его и сложили Значит, система самовосстановления и саморегуляции колоссальна у каждого человека И это было в VI веке до н.э. Дальше был IV век до н.э. Это Конфуций, это Гиппократ Дальше Первый век нашей эры, уже нашей эры Это Цельсиарнет И эти два доктора, они рассказывали о таких заболеваниях, микроскопа нет Увидеть нельзя Они внутри эти заболевания Как? И они говорят, предположительно, вот так и вот так Это вот это, а это вон то, второй век, это доктор Гален И он из камня делал такой инструмент, который снимал катаракту с глаза Который налаживал все Доктор Гален написал много книг Он не называет медицину наукой Он говорит, конечно нет Конечно не наука Это вот такая часть великой биологии Как может быть высшее образование По вот такой части великой биологии Медицинского высшего образования быть не может Потому что это частичка От большого И дальше, посмотрите дальше Когда третий век Это Альфа Ради Это четвертый век уже нашей эры Это доктор Захария Это почему Восток-то пошел так быстренько Потом это будет пятый век Пятый век, это тоже у меня там где-то записано Шестой век, седьмой век, седьмой век нашей эры Написан Коран Условия Пещера Туда уходит пророк Мухаммед Неграмотный абсолютно пророк Ничего не знает И изъясняется так Как со мной сейчас академики не говорят Он пишет Он пишет Не циркулируя капля крови Крепится к матке Начинаются аллаки Этапы развития Это проходит вот этот аллак Проходит вот этот аллак И надо, надо вот так И вот так это делать И тогда, и тогда плод Который мама выносит Будет правильный Седьмой век Микроскопов нет Ничего нет Информации нет Это Нобелевская премия 2001 года Как вот это объяснить, скажите? Кто водил его рукой? Так что вот это То, что написано в Коране Вот за это мы сейчас Получаем Нобелевские премии В области медицины и физиологии Наталья Петровна Бехтерева Она описывает это Как быстро строятся клетки У человека Те клетки Информация есть? Какую надо убрать? Есть Вот ее убирают И строят новенькую За несколько часов И хорошо, качественно Какие клетки? Все А позвоночник? И позвоночник В нас это Белковые клетки Да, наши клетки Строятся тоже как бешеные Мы даже отследить это не можем У меня есть учебник Где написано, что Нервные клетки восстанавливаются За предельными скоростями Невозможно Которые представить обывателю С какими скоростями Это все строится А иммунная система Это что? Это одна тысяча миллиардов Белковых клеток На всякий случай И все обучены здесь Работать с моим здоровьем И работать против того К чему я восприимчива Если я к туберкулезу Не восприимчива Не надо делать мне прививку ВЦЖ Потому что заражая меня Живым штаммом Вы делаете меня инвалидом На всю оставшуюся жизнь Это устойчивое обострение На опорно-двигатели Осложнение И лимфосистему И посмотрите у нас Как женщины Где-то лет 45 С 50 Они уже не ходят на каблуках Таня Я побежала Ты меня догоняй В магазинчик Переходная походка С этого света на тот И мы вот так и продолжаем Потому что никто нас уже не восстановит Я закончила микробиологию И я узнала, что здесь На каждом микроне Десятки тысяч микроорганизмов Они живут во мне Мы для них еда И это те микромиры Которые нас выбирали Долгое время Их Господь сделал Задолго-задолго До нас Они уже были Они уже ели друг друга И пауков И кого-нибудь еще Потом появился человек И все эти микромиры Все трихомонады Все амебы Все черви Все-все то, что тут везде Вот бы в нем пожить В человечке бы Потому что Представляешь В нем Круглый год Даже зимой 36,6 Ни шубу не надо Ничего Как бы Как бы в него вот залезть Вот хорошо бы, да И там Потом Крылов Сел и написал басню И под каждым Ей листом Этой твари Был готов И стол И дом Можно и покушать И пожить И семью свою построить Что с ним надо сделать? Его надо закислить Надо, чтобы он стал Как болото Мы же созданы Для болота Микромиры Мы живем В этой кислой среде Надо, чтобы он Тоже таким стал И вот тут Пришло время Такой Очень хорошей науки Когда мы тоже В недоумении Мы говорим А что мы так много пьем-то? Каждый день Мы никогда не пьем H2O Потому что H2O Это пар Это испаряются Океаны Реки Все вот это Испаряется И мой чайник Когда закипел Испаряется тоже пар Я его не пью Я его не пью А кислород Тоже это понял Он говорит Надо еще один водород Добавить Вот тогда Это когда замерзнет Это будет снежинкой Это будет рисунком Это морозец Когда на стекле Это красиво Это H3O H3O Вот это питьевая вода И мы вот это пьем Каждый день И когда вдруг Неумывакин Достояние России Он сказал Ребята Вот это можно же разделить То что делает всю жизнь Наш организм Мы должны жить 170 лет 170 Почему живем только 70 Где еще 100 лет? 100 лет нашей энергии Уходит на то Чтобы вот эту воду Структурировать В ту Которая будет полезна В какую? Да у нас кислых участков Всего 4 Там где эта нечисть Может жить Всего 4 Это пот Это моча Это слюна Это желудок 4 Что такое кислая вода? Кислая вода Это когда много водорода И неумывакин Нет Давай вот это разделим Питьевую воду Они пьют А мы сделаем Чтобы анод и катод И чтобы получилось Чтобы вот из этого Получилось вот так H2 Кислая И положительно заряженная И это у нас Вот здесь В этих 4 зонах Не надо путать Если моча Это только Оретро и мочеточник То не надо путать Влагалище Говорит Кислая среда Вы посмотрите Что с девками С нашими делают Они дают им Такие препараты Которые закисляют Именно Вот Вот эту среду Гинекологическую И у нас Начиная с влагалища Кислая среда Столько инфекции Что мы с метелкой Ее не можем выменить Там все Там трихомонада Там гонорея Там то Там вот это Там извращенная Трихомонада Она там еще и мутирует И на мужа смотрим И думаем Из-за кого Из нас У нас детей нет И когда Кстати Левенгук Сделал свой первый Микроскоп В 1674 году При царе Горохе И он сказал Сейчас все увидим Я сделал Трехсот Кратное увеличение Левенгук Взял две капельки Под предметное стеклышко Под окуляры И он как посмотрел И говорит Ребята Тут ее столько Они вот тут Все бегают Дерутся Друг за другом Бегают Кусаются Сюда писают Сюда какают А мы так И они уже все В пузе бегают Вот там они уже все Они нас съедят Ему говорят Это посмотри Кровь И он сказал На одном квадратном Миллиметре До 9 тысяч Существ Которые ее едят Что делаем Они нас съедят Вообще Сожрут У нас нет шансов Пошли к алхимикам Они пошли к алхимикам И говорят Вот это Такая Вот такая Вот так В общем Она похожа на палочку Как назовем Так и назовем Палочка Бацилла Вот эта бацилла Она жрет 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 Выделяет Выделяет Продукты жизнедеятельности Человек начинает кашлять Он начинает Потеть У него температура 37,3 37,5 Потом он умирает Вот тогда Надо убить бациллу Вот эту бациллу Надо убить Чем? Мы ядами занимаемся Мы алхимики Мы хорошо занимаемся ядами Значит мы берем Вот это растение От него отжимаем Вот этот яд Потом этот яд Смешиваем со свинцом С ртутью Превращаем в порошок Засыпай ей в рот Так яд Ну и что? Она наверное не умрет Бацилла должна сдохнуть Началась лекарственная медицина В 1674 году Сначала Обходились тем Что Бог создал Потом Вдруг фармацея Говорит А что мы такие дураки что ли? Да мы сейчас много ядов сделаем И вот когда читаешь Анотацию К медикаменту Вы оглохнете Ослепнете Жидкий стул Голокружение Колики До летального исхода Я говорю Тебе это кто выписал? Мой доктор Такой хороший Да я вижу А ты спросила У доктора Какие у него Насчет тебя цели? Что он хочет С тобой сделать-то? Он же врач Он мне выписал Я говорю А ты пьешь? Да Чувствуешь уже что-нибудь? Вот она так же смеется Понимаешь? Вот это что Да Хорошо все Скоро кончусь И когда я говорю Ребят Не надо Медикаментами Не нужно А чем? Это вопрос конечно интересный В седьмом веке Вернее В тысяча В тысяча Нет Без тысячи В девятьсот восьмидесятом Родился Абу Али Ибн Сина Целитель Поэт Врач Астроном Математик В общем В общем светило своего времени Вот Он умрет В одна тысяча Тридцать седьмом году Пятьдесят семь лет Всего великому доктору Который лечил Падишахов и королей Ему говорили Авиценна Ты сказал Что мы стареть Начинаем с пятидесяти Почему сам умираешь Пятьдесят семь Живи Вылечи себя Излечи себя Он говорит Нет, нет, нет Дело в том Что я никого не лечу Все доктора Внутри нас Вот это система Самовосстановления И саморегуляции Должен быть управитель Их много Целая система И надо Чтобы был кто-то Который бы говорил Ты идешь туда Позвоночник лечить Ты идешь сердце восстанавливать Ты с гинекологией управляйся Сальпинг Перевязываю трубы Для того, чтобы Вообще никогда не родила Идите на ЭКО Иди туда-сюда Надо очистить Вот эти все трубы От этих бяг Которые там живут Значит ты идешь туда Ты вон туда Ты вот здесь Надо разбираться Восемьдесят девять миллиардов Клеток головного мозга Что такое у нас алкоголизм Да это когда Вот эти клетки Поражены амебой Найди где их целые Целые гроздья Убери их И человек пить не будет Управитель должен быть А управитель Управляющий мной Больше не в силах Управлять И ныне я лечение Нахожу Бессмысленным Хоть залечись Ничего не поможет Он написал Медицинские каноны По которым До сих пор Учатся Медицинские вузы мира В двадцать седьмом Он закончил Последнюю главу Потом уже будет чистить Последнюю главу Которая называется О любви Почему для человека Это очень важно Потому что человек Здесь не для того Чтобы быть Бухгалтером Врачом Учителем Спортсменом Артистом Швеей И так далее Он здесь для того Чтобы создать себе Подобного И качественного И в тот день Когда он умирал Он написал Такой стих От праха черного И до небесных тел Я тайны разгадал Мудрейших слов и дел Коварство я избег Распутал все узлы Лишь узел смерти Я распутать не сумел Абу Али Ибн Сина Он как будто нам сказал Ищите управителя Я не нашел И все начали искать управителя Они так быстро двигались Кто-то говорил Это движение Это движение Это движение Это вот Под лежачий камень Вода не течет И так далее И мы кинулись смотреть На спортсменов Они все вымирающие сословия Они тренировались так Что перетренировка Портила им Провитаминная кислота Портила их мышцы Молочная кислота Портила сосуды Мочевая кислота Портила конечности Так что это подагрой Заканчивалось Или ампутацией ног Или чем-то еще Что такое Мы нагружаем все это Мы бегаем прыгаем Чего-то нам лучше не становится А женщине вообще Это противопоказано Когда я смотрю Американские фильмы И там тетки бегают Как лошади Вокруг стадионов По паркам Там-сям Везде Кто вам сказал Что вам это надо делать Чтобы у вас Вот эти потовые железы Надрывались Чтобы запах пота Был такой Что это Ну в общем Конечно Для лошадей Зачем так Запоганивать Это У нас Женщина Она живет Половой жизнью Во всем Поэтому Когда вы Просыпаетесь Надо сказать Доброе утречко Хорошая моя Какая-то Самая красивая Ну создал же Бог Елки Такую красоту Ой ну какие глазки Какой лобик Какой Под челкой Еще два пальца Значит умная Ага Ну давай Сползай с кроватки Великий Коррель В 1900 1912 году Сидит в институте Луи Пастера Поднял руку И сказал Господа Там сидят Одни ученые Это вы знаете Что клетки Многоклеточного Организма Восстанавливаются Ин витро Бесконечно Что ведет Соматическую клетку Бессмертию Тишина такая Потом кто-то Прошептал Сам-то понял Что сказал Доказать можешь Понятно Не могу Нет таких инструментов Пока Но вы докажете Золотые мозги Мира Арон Цехановер Аврангершко И Ирвин Роуз Они В 2004 году Им была вручена Нобелевская премия Пресс-релиз Очень понятный Они говорят Если есть Вот такая клетка Если она уже есть Надо себя Профилактировать Тысячу лет До 1998 Искали управителя В общем Зреем мы Ребята Так что Позавидуешь Две с половиной Тысячи лет Искали систему Самовосстановления И саморегуляции Две с половиной Тысячи лет В 1908 Мечникову Эрлиху Была вручена Нобелевская премия За иммунную систему Одна Тысяча миллиардов Иммунных Белковых клеток Скроенных По вашей формуле 23 хромосомы Папиных И 23 маминых Представляете Две с половиной Тысячи Где же доктора То ёлки Блин Чё же Никто за меня Ничего не отвечает А их Целая толпа Стоят вот так Все заряжены И как Автобаза Огромная А чё не едут Путёвки нет Мы ещё За две с половиной Тысячи Мы нашли докторов Теперь бы Управителя В 98-м Нашли оксид азота И ещё такое смешное Я значит работаю С Александром Биром Александр Александрович Бир И у нас по онкологии В Хабаровске Это онкологический центр большой Работаем с японцами вместе И я в Хабаровске И значит у нас Нас пригласили в Окинаву И говорят У нас такие хорошие результаты Говорят А у нас какие Они говорят Приезжайте Мы приехали Там такой Сан Саныча возил Другой японец Меня такой весёлый Но видно мы вот так Подбираемся Как-то друг к другу Что у меня рядом Со мной грустных людей Не бывает Но вот Этот весёлый японец Сидит за рулём У него такая Маленькая доченька И она ползает Там отсюда Вот сюда За заднее сиденье Туда нашла где-то Кетчуп Кетчуп Ему на белую рубашку Налила целую розу Такую красивую Так вот нарисовала А вот такой довольный В зеркало Её кивает Такой сидит Хорошенький Я говорю Господи Вот бы вашего Вашего ребёнка И нашему бы папе В машину А он улыбается И говорит Да, Наталья Сан У вас У вас две беды В России Я знаю Дураки И дороги Значит четыре Ещё две какие Вы не очень любите Своих малышей И совершенно не цените Ваших стариков Это да Но мы Взрослеем Учимся Вот видите Вон там Мужчина стоит В костюме Вижу Самый богатый доктор В Окинаве Вы понимаете Мужчины у нас живут Средний Средний Прожиточный минимум 83 года А женщины Средний 87 А вот это Самый богатый Доктор В Окинаве Почему Он получает Много иен От правительства А за что За то Что у него На участке Нет больных Вот сейчас Я как раз Плакать захотела Потому что У нас Докторам Платят за количество Чем их больше Больных Тем больше Ты получаешь Так Володя один Онколог Мой друг Он сказал Петровна Я им такое Выпишу Что они Ко мне Каждый день Будут бегать Я говорю А что ты такой Немилосердный Это разве я Мне поставили Такие условия А если бы Мне платили Много иен От правительства То я бы По своему участку Как оглашенный Бегал Я и в глазки Загляну Я и вот это Померю Давай я тебе Массажик сделаю Давай я тебя Разотру Давай я тебе То все Лишь бы не болело И следующий И следующий И следующий И вот так Понимаешь Это в моих интересах Было бы А сейчас Я только на кухне Сижу И матерюсь Какие Минздрав Опять условия поставил Понимаете Понимаете У нас же все У нас же все От хорошего От счастья От того Что о нас Так очень сильно Думают Вот за эту газету Артема Боровика Взорвали в самолете За эту газету Он просто погиб И сейчас Вот эту газету Выпускает Его отец И его жена Генрих Боровик И жена Вот тут Каждое слово Это правда Вот тут написано Фантазии Министра Голиковой Министра здравоохранения Как за 590 миллиардов рублей Подорвать здоровье нации У нас уже Вот на всех симпозиумах Сейчас я еду На симпозиум медицинский На всех симпозиумах Россию Называют Вот это Это какой-то Какой-то Уникальный крест Здравоохранения Российского А тут Статья о ней На полный разворот Вот она Голикова Она играет на столах Монте-Карло Она проигрывает деньги Она свой бриллиантовый крест Таскает вот Пожалуйста На шее Вот это Она сейчас в Кремле Сейчас там Медицинский Какой-то съезд был Доктор Рошаль Стоит сейчас На трибуне И говорит Это вы знаете Что мы ваши откаты Уже даже пилить не можем Что такое Вы сделали с Россией Вот такая была рождаемость Сейчас она упала Вот сюда Вот такая была смертность Она поднялась Вот он Российский крест Российского здравоохранения И она ему показала Вот так Вот после того Как вот этот весь зал Поднялся Тогда ее Путин убрал Перевел ее По-моему В пенсии Да Вот радость-то какая Хоть не расстреляли Но надо было ее Конечно повесить Где-нибудь за яйца Если бы они выросли Потому что иначе С такими людьми нельзя Что это Это вредительство Это когда Знаете Когда я в Краснодарском крае живу И я знаю Что пять километров Я проехала Станица Еще пять Город Еще пять Еще что-то Густо населенное А там Я говорю Там страшная ситуация В Сковородино Если я сегодня ночью Выйду из Благовещенска Долго ехать Нет Рядом Петровна Где это Сковородино Всего семьсот километров Она убрала из тайги Все фапы Все Фельдшерские Акушерские пункты И мамочки Перед ней На коленях стояли Да вы что Ну хоть скорую дайте Мы же в лесу Семьсот километров До благи Мы же Скорую не дам А как Своим ходом Понимаете Вымирали просто Деревеньки Двенадцать лет Она была министром Сейчас У нас Очень интересная Полемика Была позавчера По поводу По поводу Рака С англичанкой Вот это англичанка Она Наталья Петровна Я изучала Рак Девять лет Рак такой Рак такой Рак такой Рак вот такой Рак вот такой Вот это соду Значит вы рекомендуете Попить соду Почему Ну потому что Мы организм щелочной Конечно Она у нас Вырабатывается Вырабатывается В нашем организме Много Столько Сколько надо Но мы живем Неправильно Мы Не соблюдаем Ничего Что было можно Правильное дыхание Правильное питье Правильная еда Правильное поведение На поведенческую Характеристику Влияют черви Которые вот так Стоят Быстро В холодильнику Замарю червячка Мы помчались Да Это Мы даже придумали Себе такие пословицы От которых зависит то Что это Чем червяк руководит Что я делаю Когда я пью 300 миллилитров На ночь Воды Которую мне принес сын Я ее пью Крупными гладками И вот она пошла По мне бежать Что делают В это время Гады Они говорят Ой хоть попью Хоть немножко Не в болоте Вот это Ну в болото Уже не вылезу Я в человеке живу А вот здесь Я покупаюсь Я поплаваю Я там просто поплаваю Я попью ее И я вот вылезла Уже отсюда Отсюда Из глаз Из мозга Чтобы хоть прикоснуться Она же пахнет водородом И они там купаются Вот сколько их Выползло На мои 300 Миллилитров Столько хорошо Я ночью пошла Пописать И они все народами Вышли просто из меня В этой водичке Это очень хорошая чистка Это очень хорошая смывка А я последние 300 грамм Из этой бутылки Утречком Я рано просыпаюсь Я в 6 утра Я уже читаю Я просыпаюсь Я ее допиваю Потом я в 7 часов Я иду в душ Я все везде Где я ночью Где-то взмокла Где-то что-то Это выгонял мой организм Из меня вот этих всех бяк Можете укладываться ночью Как хотите спать Можете душ Можете бассейн Можете вообще ничего Как кошка Языком Да лапочкой Вот это Но утром мыться Девочки Обязательно Потому что Потому что за ночь Вы чиститесь Потом Я целый день Пью ядролиз Щелочную воду И я пью Я знаю режим Я знаю что Я когда говорю Разговариваю И дышу В любое время года Я выдыхаю За сутки 600 миллилитров воды Я когда Потею 600 миллилитров воды За сутки Я писаю Литр 100 Я какаю Литр 300 За сутки Все вместе Я сложила Получилось 4 литра воды А пьем сколько? Дай бог полтора Вот А один Недопитый стакан Один недопитый стакан Это синдром Хронической усталости А синдром Хронической усталости Это Вяло текущий рак Это англичанка Говорит Значит Я понимаю Я понимаю Что это Кармическое заболевание Это просто Какая-то судьба Это надо быть Очень светлым человеком Надо быть Позитивным человеком Надо научить Этому человеку Как научить Быть позитивным Мне одна девка Сказала У меня дом сгорел И что Что мне радоваться Я говорю Да Потому что Тебя там не было Ищи какие-то моменты Такие Которыми можно было Обойти Плохие все Плохие все Причины Да Но на самом-то деле Это у нас Извиняюсь Из Корана Из Библии Живите в любви Благодати И благодарности Я говорю Какая нравственность Воин не будет Мы друг перед другом Будем вот Реверанс делать Как хорошо А мне говорят Петро Это что Какая нравственность Это чистая физиология Понимаете Вот это все Оно полезно Как информация Для того Чтобы понять Что такое Иммунная система А иммунная система Это хорошая Большая тема То что мы делаем Мы сами Не придумали Это Господь Бог Сделал 20 Аминокислот Из которых Было создано Все живое На этой планете Одна из них С четырьмя Азотными группами Аминокислота Эльаргинин Это какое-то чудо Просто Мы сейчас Только-только-только Начинаем ее узнавать Мне звонят Из лаборатории Которые Этим занимаются Это и американцы Это и англичане Это венгры Сейчас начали Неплохо работать В этой области Если есть Эльаргинин В организме То вы не умрете Просто Потому что Включается Система Вазопрессин Эльаргинин Передал Оксидом азота Информацию мозгу Чтобы например Поджелудочная Болит И вот отсюда Поджелудочная Выделяет Кстати о сахарном диабете Завтра могу Много рассказать Отсюда Значит Клеточка Оксидом азота Выделяет информацию Так больно И тут вообще У меня Инсулин Не вырабатывается Почему-то Кто бы мне Ответил Газом Этот газ Минуя мембраны Нету загородок Он проходит За 8 секунд Дым сюда Как он передает Что это поджелудочная Потому что Поджелудочная У нас У нас Весь организм Поет Он весь Вибрирует В определенном Диапазоне Поджелудочная Поет Не слышны В саду Даже шорохи Не слышны В саду Даже шорохи Газ Который Отделился Он поет Не слышны В саду Даже шорохи Потому что Когда пожар В день-день Он тоже День-день Передает туда А не другое Что-то поет Он приходит Не слышны В саду Даже шорохи Куда Гипоталямусу А в гипоталямусе Все закодировано И когда Так это поджелудочное Тогда он передает Гипофизу Основной Гормональной Железе Она подключает Первоцеллюлярные Нейроны Которые Начинают Вырабатывать Мукоидное Вещество Которое Вот так Опустят Через Хорошо Воскулированное Пространство Дальше Идет В такую Ажурную Косточку Дальше Ниже И в костный Мозг И по костному Мозгу Где белое Вот это вещество Она спускается К надпочечникам И надпочечник Должен Должен Выделить Такой Вернее Полипептид Который Сейчас нужен Организму Это либо Вот так Сожмет Все сосуды И тогда Он на операции Не умрет Потому что У него давление Падает 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 Уже 60 На 20 И тут И он И он выжил Просто То ли расширит То ли что Сделает Сделает то Что надо для организма Это все Запланировано Если ты Homo sapiens То болеть Тебе стыдно Это формула Спасибо Сегодня Сегодня все Давайте Спасибо Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok